всем привет ребят если на flash это обзор делога номер 115 итак поехали и так гарри нам сообщает что он вернулся и сразу сообщает нам о новой карте я уже делал на нее обзор барен тут она называлась в обзоре барон тут называется барен переводится как типа бесплодный вот но такие прекрасные скриншоте ки уже у нас есть прекраснейшая карта я уже рассказывал в чем не суть тут полностью убраны вся трава все вот эти вспомогательные камни не руда руда видите есть вспомогательные камушки всякий декор вообще все убрано все что просаживает fps просто голая голая абсолютно земля остались только деревья ну соответственно там грибы ткань и руда которую можно добывать больше ничегошеньки нет что просаживает fps короче кто захочет посмотреть обзор на нее уже есть там называется видос повышение fps от разрабов пока что он находится на при релиз ветки нет ее еще пока на основе поэтому все кто хочет на ней поиграть посмотреть заходить туда но еще раз кому интересно можете пересмотреть видос который я снял немножко ранее античит небольшое такое добавление то что сейчас кто будет палиться с читом будет банится не только тот аккаунт как пишут разработчики на котором был зафиксирован чит ну и все абсолютно аккаунты читера грубо говоря он собственно не сообщает раньше мы банили только аккаунт на котором был замечен чит теперь с этого момента мы будем банить абсолютно все ваши аккаунты поэтому берегитесь следующие ребятки очень интересная новость я не знаю я настрадамус на сто процентов разработчики нам сообщают это новость про xp систему что они хотят ее запустить залить на основу как я и предполагал как я и говорил три видоса назад в первый четверг первый четверг это у нас как раз до июнь же июль 7 число до 1 четверг месяца полный будет вайп и у нас xp система зальется на основу и все мы уже попрощаемся системой чертежей может быть ненадолго может быть она вернется обратно разработчики пишут что они ко всему готовы к абсолютно любому развитию событий примут систему не примут эту система не ко всему готовы они уже говорят что хватит тянуть кота за одно место вот пора уже что-то делать но перед этим еще раз напоминаю то что уже сейчас можно поиграть на при релиз ветки зайти посмотреть и они очень-очень надеются на нашу обратную связь потому что мы грубо говоря делаем эту систему для себя то есть то что мы будем писать делиться как мы хотим видеть они все это будет притворять в жизнь то есть они игру делают для нас не для себя ну и все усиленно готовимся к седьмому июлю когда введется эта система у и чё будет непонятно так парочку серверных обновлений особо вникать не буду по что это касается только для владельцев серверов там все эти тонкости сервер флудинг продэкшн какая-то защита флудинг и сервер мувинка курвес не знак про не читается тоже там проверка проверка местоположения в общем это для владельцев серверов там особо я почитал для нас никакой информации нет полезной следующий баланс распада было достаточно много негативных отзывов по новому распаду по новому гниению поэтому немножко опять перебалансировали его теперь сделали распад практически для всех вещей которые у нас останавливаются тут спальники там ящик не ящики эти шкафы которые блочат сделали двухдневный двухдневная задержка на распад и когда распад начался они распадают течение двух дней то есть у вас есть с момента постановки какого-то предмета четыре дня грубо говоря пока полностью распадется и немножко увеличенный распад для конкретно ящиков и печей у них тоже задержка до гниения два дня но сам распад длится больше целых четыре дня как пишут разработчики это сделано для того что если вдруг заброшенная база чтоб не получалось так что все одновременно рушится и печки с лутом и ящики с лутом и ящик сам который шкаф точнее который блочит вы грубо говоря залезли в ваш в дом на ваших глазах все все распалось может немножко раньше но это опять же больше касается официальных серверов и еще одно нововведение вот этого я очень долго ждал то что теперь все размещаем и опять же предметы практически можно отремонтировать то есть те же ящики печки и так далее потому что очень часто там либо кто-то повредит там от взрыва либо сам там как-то повредишь у тебя у ящика на 10 хп стоит и даже боишься лишний раз возле него киркой махнуть все развалится все повываливается вот а так его починил и все круто следующее изменение это добавили нам течение рек чтобы со слов разработчиков легче было понять где у нас находится океан куда река впадает и где находится наоборот у нас пусть это называется откуда она течет изголовье что забыл уже география вот вот так это все выглядит такой типа течения но тут честно говоря так ученщина туда что ли плодит или сюда но непонятно в общем вот так вот это все выглядит будет посмотреть и небольшой опять же апгрейд рек добавили еще такую прибрежную пенку как у нас на берегу есть теперь это есть то же самое у рек произошла также у нас небольшая оптимизация по части графики как тут пишут разработчики что они вместе объединили тон мэппинг и color grading в один проход и также немножко ускорили окклюзию это скажется на производительности особенно типа на на слабеньких пока вот опять же если эти все эффекты у них включены вот радиация как мы знаем радиацию уже давненько убрали я честно говоря не помню причину по какую и убрали но факт остается фактом разработчики говорят что они хотят ее вернуть и пишут что если владельцы серверов захотят ее включить то они смогут это сделать там дословно перевожу начиная со следующего вайпа с цикла потому что по умолчанию она будет отключена это вот интересно и причем особенность этой радиации как мы помним раньше она вообще абсолютно вот стоит рт и она вся полностью весь рт во все радиации сейчас не час будут определенные места то есть какие-то места там очень серьезного лута будет под радиации находиться а допустим какие-то нам первый этаж в здании либо там какие-то прилегающие территории не будет без радиации как пишут сами разработчики это сделано для того чтобы как бы ну такое знать типа stalker там какие-то места ты обходишь с радиации в каких-то ты можешь находиться типа такой легкий челлендж при сборе лута на рт то есть в какие-то места ты можешь зайти в какие-то зайти можешь но очень быстро иначе радиации тяду бьет ну посмотрим как это как это все будет алекс продолжает работать над музыкой опять он описывает практически то же самое что я говорил в прошлом деблоге я не знаю зачем это писать абсолютно та же самая про тональность про нарастание музыки когда какая-то там напряженная ситуация про комфортную музыку когда все хорошо и костер горит у вас комфорт все то же самое описывает что над этим работает 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 бла-бла-бла ничего конкретно пока предъявить не может но обещает вроде как на следующей неделе уже что-то что-то нам показать будем ждать дробовичок двухстволочку нам над ней продолжают работать как мы прошли с прошлого деблога было два концептика 11 такой с длинным прикладом другой с коротким кто-то еще обратил внимание в комментариях что у этого якобы есть мушка то есть прицел то есть этот будет чисто под пули заточен а этот так как ну такой еще короче будет чисто под дробь будет жесткий урон от дроби но это вот я чисто привожу пример комментарий кто-то написал по что мышку мушку я в тот момент не обратил внимание на муж вот и видим уже такую низко полигональную модельку вот именно короткостволки такой с коротким прикладом и еще уточняет кто у нас тут том баттерс то что вот видите ручка виде отвертки ну кусок отвертки такой торчит чтобы больше казалось что из подручных средств это сделано ну достаточно оригинально выглядит вроде хочется уже попробовать его продолжают вводить систему бросков как на луки на правую кнопку зажимаем не отжимая правой на левую бросаем уже ввели теперь у нас для ред или дар губа также кидается для самодельного топора для молота самодельного и для кирочки целишься и кидаешь еще раз напомню пока для всех оружий не переделают эту систему и и пока вводить не будут и небольшие улучшения опять же на прошлом деблоге тоже это было там целое видео было когда сжимается там нога в колене там где-то про худой становилось нереально сейчас вот видите тут нереальный бицепс когда рука сжимается сгибается в локте тут часто это пофиксили следующий тут наоборот у нас вот как раз на примере с коленом с прошлого деблога там сужалась очень сильно теперь более-менее выровнена ситуация и то же самое на этой куртке вот видите тут очень узко становилось теперь в принципе хоть более-менее не так узкой из еще интересных моментов которые в чж логе чж лог как всегда маленький почему-то у нас так про распад то что это уже сказал где в блоге то что у ящиков и у печей распад четыре дня у всех остальных распад два дня задержка тоже в два дня вот это интересный момент изменили по дефалту значение тика ну вот это интервал гниения теперь он равняется 10 минутам то есть каждые 10 10 минут если уже гниение пошло каждые 10 минут будет отниматься хп достаточно интересное такое уточнение как ну такой достаточно интересный ребят дел бложек интересны в каком плане то что все таки уже конкретная ясность есть по xp системы то есть разработчиков уже сама самих все достало и они четко заявили что 7 июля ребятки раст уже никогда не станет прежним после этого после этого числа хотя если прям жесткий они так и пишут что ну готовы ко всему либо к провалу либо к успеху если прям вообще жесткое будет падение онлайна после этого года этой системы хотя я в чем очень сильно сомневаюсь наоборот все новое она поначалу просто нереальный пик имеет то есть новая система во все все тоже забыл про этот раз все кто надоел по что я многих читаю комментарии там я уже не играю полгода там так чисто чек ну там что там новенькая а тут просто кардинально меняется вся система мне кажется наоборот онлайн вырастет чуть ли не в два раза просто те кто сейчас играет по-любому зайдут протестить ну что это такое тоже интересно а те кто не играет уже полгода или год который уже забили на раз им тоже захочется нифига себе новую по новому все надо же протестить мне кажется наоборот взорвет просто онлайн ну а дальше зависит все от самих разрабов и от самой системы насколько они ее грамотно отбалансируют насколько она вживется в раз ну как будет вообще играться новеньким игрокам стареньким игрокам все будет зависеть от циклов вайпа потому что вайп рецептов на такой системе сто процентов должен быть очень редкий потому что все добиться там 30 уровня очень тяжело нужно очень много времени там чуть ли не но если даже редко играет человек чуть ли не пару месяцев нужно ему может быть месяц чтобы там достигнуть хрен знает какого уровня вот поэтому вайт рецептов он явно минимум раз в полгода должен происходить вот ну а вайп карты в принципе у никак не влияет вайп картам для всех одинаков если те уже прокачаны все то есть вайп карты по сути никаких проблем не создаст так принципе все наверное сейчас может быть на практике еще запилю коротенький хочу посмотреть как там все это чинится что конкретно можно починить течение рек посмотреть поближе может быть и как говорится ребятки жду всех на серверах за раз понесется второй цикл у нас выживания все ребят с вами был flash увидимся в следующем видео